Незначительный ремонт, вроде показать нечего, но это только с одной стороны так кажется. Поначалу снимать не хотел, но потом подумал, а сниму я в стиле вон что у меня. В общем-то, повреждение банально, сквозная дыра в пороге. Снимать начал не с самого начала, поэтому посмотрим, что уже сделано. Вырезали ржавый кусок порога, а также варили новый кусок железа со стороны брызговика, а также поменяли кусок внутреннего усилителя порога. Берем стандартную резиновую пробочку от жигулей и сверлим отверстие в соответствующий диаметру этой пробочки. Отверстие делаем для того, чтобы в дальнейшем через нее залить антикором закрытую полость порога. Когда мы варим новое железо порог, полость действительно будет закрытой и проантикорить внутри мы нормально не сможем, а через это отверстие пожалуйста. Затем мы просто резиновой пробочкой его закрываем. Для того, чтобы сделать отверстие, используем ступенчатое сверло. Шаг за шагом рассверливаем отверстие до тех пор, пока по диаметру мы не подгоним под нашу резиновую пробочку и она не станет плотной. Не был весь штоп, но на самом деле такая нужная операция. Ну а теперь изготовим кусок нашего порога. Воспользуем для этого простое пневмозубило, жестко закрепленное на станине. Снизу имеется регулируемая по высоте и коваленка. На самом деле мы проводим этим уже финишные шлифовальные работы. Изначально образными лодками на нежесткой поверхности выводим для начала форму. Получив заданную форму уже просто выравниваем данным инструментом. Для разглаживания металла в принципе могут применяться и другие инструменты. Тут мы делаем кусок порога на ауди сотке с кузовом C4. На этом кузове порог спереди и сзади имеет весьма мудреную форму и имеет разную степень кривизну в нескольких плоскостях. Ранее данную форму пришлось бы лепить из нескольких кусков железа. Либо из одного, но с несколькими разрезами и опять же сваркой и различными вставками. Теперь же немного шума и мы получаем как будто выштампованную деталь. Более гладкую поверхность мы получаем раскатав между двумя роликами. Даже такое простенькое устройство позволяет получить гладенькую и ровную поверхность. Нож использовать ее очень легко. Ручная работа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Примеряем. Дает как родная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сварочная работа я пропустил. Мы уже переходим к обработке непосредственно нашего голого железа. Первый слой накладываем кислотным фрунтом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дав ему подсохнуть, накладываем акриловый грунт также в вородольном бачке. После того, как подсохнет, уже шпаклюем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ниши обрабатываем антикуров. В частности, я использую тихтил. Затем, меняя бачок на антигравий, и уже антигравием крашу порог. Затем, когда антигравий подсохнет, припыляю все это лаком. Данным объемом работ вполне можно управиться и сзади. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА